Уходил на фронт обычным человеком, а вернулся киборгом из сюрреалистического мира. Сегодня ночью в Черкассе встречали защитника Донецкого аэропорта. Подробнее Станислав Кухарчук. На слово я хотел передать, когда еще моторолики, посмотрели ваше видео, выгнуло в том, что в терминале никого нет, в аэропорту украинских войск нет. Передаю вам привет. Просели флаг, вот он. Это видео было отснято в Донецком аэропорту в конце октября. Тогда наши ребята, рискуя жизнью, над одним из терминалов водрузили украинский флаг. Обнимай папу. Обнимай папу. Все, молодец. Хорошо. Василий Шкут один из тех, кто устанавливал знамя. Еще несколько дней назад он только в мыслях мог себе представить, как будет с младшим сынишкой гулять по улицам мирного города. А уже сегодня ночью приехал в отпуск к семье. Первое впечатление, как будто бы попал в совершенно другой мир. Там все футуристическое такое. Там все, блин, конечно, там все не так. Все не так. И приезжаешь оттуда, то есть на мир уже смотришь другими глазами. Реально. Реально. Ну, конечно, аэропорт показывает, кто есть кто на самом деле. Одни ломаются, одни выдерживают. Трое детей – небольшой частный бизнес. Сперва в его налаженную жизнь ворвалась революция. Василий был активистом Черкасского автомайдана. А летом, не задумываясь, пошел в военкомат. В свой первый день отпуска десантник решил сводить младшего сынишку Илью на экскурсию к майдановцам. Можно было днем на первом посту поставить. Если была отгорелка, то можно было готовить днем. В штабе самообороны настоящий ажиотаж. Всем не терпится задать вопрос герою. Василий отвечает сдержанно, без лишних эмоций. Почему говорят хиборги? Потому что 12 часов в сутки мы в темноте проводим. В полной темноте. То есть ни фонарики, ни курить в ладошку, кто курит. Самое тяжелое – это именно ночь и темнота. Василий получил целых 24 дня отпуска. Все собираются провести с семьей в Черкасах. Правда автомайдановцам уже пообещал сегодняшнюю ночь выехать с ними в дежурство. А потом после отпуска обратно в сюрреалистичный мир Донецкого аэропорта. Станислав Кварчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы.